В скандал разгорается вокруг одной из школ Петропавловска. Чиновники признали здание аварийным и в конце учебного года намерены его закрыть. Но родители уверены, что стены простоят еще полвека. Школа не видела ремонта 15 лет и это не случайно, говорят мамы и папы. Они считают, что образовательные учреждения умышленно хотят списать. Все стороны выслушала Анастасия Дроняк. Я за свой счет выложила здесь асфальт. Флага не было, флаг лично купила. Заборы загородила. Просто от души. Вытрезвитель стоит отремонтированный. Всех алкоголиков нам сюда свозят. Значит алкоголикам есть место, а дети почему должны идти? У нас они что, щенки? Всю последнюю неделю жители Кирпичного негодуют. Они узнали, что после окончания учебного года единственную школу в их микрорайоне закроют. У Оксаны Гончаренко двое детей окончили здесь начальные классы. Сейчас обучается младшая. Девочка особенная и именно тут ее научили говорить, отмечает горожанка. И подчеркивает, последние 15 лет на ремонт школы из бюджета выделялись копейки. Все держалось на плечах родителей-предпринимателей. Они готовы и дальше вкладываться. Только бы учебное заведение не закрыли. Я поставлю им эти окна. Я сделаю потихоньку ремонт. Я говорю, ну где гарантия, что нас завтра бульдозером это все несут? Почему такое отношение к нам? Я ничего не понимаю. Здание построено еще и в 59-м году. Сейчас тут получают знания 52 ученика в возрасте от 5 до 10 лет. В трех учебных классах обучаются в две смены. Состояние кабинетов, коллектив и родители поддерживают собственными силами и средствами. Каждый год мы проводим косметический ремонт. Готовимся к новому учебному году. Но капитального ремонта у нас не было в течение 15 лет. Родители считают, что в городском отделе образования переживают вовсе не за безопасность детей, а за лакомый кусок земли. Школа нам очень нужна. Детей сюда ходит много. Хотят снести, утверждают, что будут строить новую школу. В новой школе в проекте еще походу нет. Где будут строить? Когда будут строить? Им просто выгодно забрать эту территорию. Чиновники предложили возить детей в соседние школы. Но это только на бумаге просто возмущаются мамы и папы. Куда нам сейчас идти, мы не знаем. 23-я школа переполненная. 9-я школа, мы до нее не можем, они нас и не принимают, до нее нам добираться тяжело. А ну, школы переполнены просто. Наших детей выкидывают на улицу. По заключению столичной компании, которая занималась техническим исследованием школы, учебное заведение проще ликвидировать, чем ремонтировать. Однако и в этом родители не согласны. Никаких смет, никаких расчетов нет. Этот вывод как бы не имеет никаких оснований. Тут очень толстые стены. Срок службы кирпичного здания 100-150 лет. Я думаю, она еще очень долго простоит, если сделать тут ремонт. В городском отделе образования на ситуацию смотрят не столь критично. И говорят, новая школа будет, но не сразу. Данная школа, она находится в аварийном состоянии. Но на сегодня в связи вот с этим прорабатывается вопрос по включению строительства новой школы на 120 мест и с мини-центром на 50 мест в микрорайоне Кирпичный. По включению в дорожную оригинальную карту по развитию системы образования Северо-Казахстанской области на 2023-2029 годы. Сколько придется ждать новую школу, ответить точно не могут и сами чиновники от образования. Родители просят не закрывать учебное заведение и на период ожидания и стройки дать детям возможность получать знания в родных стенах, пусть и стареньких. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Astana Times, Петропавловск.